Алаудинов радуется, что в СУ не дошли до Москвы и упрекает Казахстан. Солдаты Каандер будут готовы к войне против Украины 1 ноября. В сети появились якобы их кадры с полигона в РФ. Тем временем в России перевернулось грузовое судно Григорий Ловцов. Об этом и о многом другом вы узнаете прямо сейчас. Командование Сил Территориальной Обороны проверит информацию о возможной причастности нового командира 107-го батальона ТРО Сергея Саловатова к незаконным вооруженным формированиям так называемых ЛДНР. Такое заявление было сделано в ответ на запросы издания «Громатика». Отмечается, что в командовании Сил Территориальной Обороны ВС Украины отсутствует информация о причастности этого военнослужащего к так называемым ЛДНР. В то же время мы направили запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть обнародованную в СМИ информацию. Учитывая информацию, опубликованную в социальных сетях 16 октября командованием Сил ТРО, назначена служебная проверка. На время проведения служебной проверки Сергей Саловатов будет отстранен от исполнения обязанностей по должности, говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам этой проверки будет принято соответствующее решение. Как известно, на днях журналисты издания «Громатика» выложили расследование, в котором утверждают, что новый командир 107-го батальона ТРО Сергей Саловатов ранее имел связи с незаконным формированием так называемой ДНР. Авторы добавили несколько скриншотов его восстановленных постов из социальных сетей. Сам Саловатов рассказал журналистам, что в 2014 году политика его не интересовала, а пророссийские сообщения с его страницы репостила бывшая жена. В районе села Константиновка враг бросил на прорыв 33 единицы бронетехники, а именно 27 бронемашин и 6 танков, которые должны были прорвать оборону 79-й ОДШБР на Кураховском направлении. Однако украинские силы встретили врага прицельным огнем еще на подступах к своим позициям, информирует пресс-служба 79-й бригады. В ходе боя в СУ удалось уничтожить 11 бронемашин и 3 танка. Более того, 3 бронемашины и танк в СРФ были повреждены. Под огонь в СУ попала и достаточно редкая боевая машина в СРФ для поддержки танков – «Терминатор». Билеты на концерт к Обзону приобрели сразу 36 оккупантов, еще 37, пока что трехсотые. В оккупированном северодонецке Луганской области предположительно погиб коллаборант и соратник предателя Ильи Кивы Виталий Невеселый. Об этом сообщил журналист Алексей Артю. Сообщается, что 16 октября на Гвардейском Hyundai протаранил Ниву, за рулем которой находился коллаборант. Источники информацию подтверждают, но пока не спешим и ждем стопроцентные пруфы. «Если это действительно правда, то это просто фантастическая история о карме, согласитесь», – написал он у себя в телеграм-канале. Отмечается, что с июля 2018 года по октябрь 2020 невеселый возглавлял городской отдел молодежи и спорта Северодонецкого городского совета. А в июле 2020-го коллаборант заявил, что возглавил областную организацию «Патриоты за жизнь», которой руководил предатель Кива. После того, как летом 2022 года россияне захватили Северодонецк, Невеселый был назначен руководить так называемым отделом молодежи и спорта в городе. 20 сентября прошлого года Невеселому сообщили о подозрении в коллаборационизме. По информации следователя СБУ, подозреваемый возглавил ячейку российской партии «Новые люди» в оккупированном Северодонецке и проводил политические акции в поддержку российских оккупантов, добавил журналист. В настоящее время на востоке России проходят подготовку около 11 тысяч северокорейских пехотинцев для участия в войне против Украины. Об этом заявил глава ОГУР Кирилл Буданов в интервью «Зе Варзон». «Они будут готовы воевать 1 ноября», – сказал он. По словам Буданова, северокорейские войска будут использовать российское снаряжение и боеприпасы. Первый отряд, 2600 солдат, отправится в Курск. Куда пойдут остальные северокорейские войска, неясно, – добавил Буданов. Комментарии Буданова прозвучали через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам Брюссели, что около 10 тысяч северокорейских солдат готовятся сражаться на стороне России. Зеленский предупреждал, что вмешательство третьей страны в военные действия превратит конфликт в мировую войну, – сообщал ЭйПи. Из-за этой ситуации можно сделать несколько выводов. Россия, которая изначально рассчитывала за три дня взять Киев и разгромить нашу армию, теперь вынуждена призывать на помощь солдат Кандер. В стране, которая гордо заявляла о своей мощи и превосходстве, растет паника. И, видимо, единственным выходом стало заручиться поддержкой корейских братушек. Этот шаг – красноречивое признание того, что Украина оказалась России не по зубам. Ибо как так вышло, что держава с ядерным арсеналом теперь обращается за помощью к тоталитарному режиму, известному своим отсутствием прав человека и внутренними репрессиями. Но и Западу тоже есть чем гордиться. Как бы это ни звучало странно, но его постоянная обеспокоенность и молчаливое согласие на такую ситуацию также можно считать позором. Западные страны, которые до недавнего времени уверяли себя в том, что способны противостоять любой агрессии, теперь наблюдают за этим. Не хочется, конечно, никого обижать, но факт остается фактом. Вместо того, чтобы продемонстрировать единство и силу, Запад позволил ситуации дойти до этого. Командир спецподразделения Ахмат Абтила Удинов нашел новые так называемые успехи России в войне против Украины. В интервью пропагандисту Ивану Панкину он серьезным лицом заявил, что Россия уже победила, потому что ВСУ не смогли захватить Москву. Если вы думаете, что это шутка, то вы ошибаетесь. В этой войне мы уже победили. Мы фиксируем, что ресурса для того, чтобы реально нас победить у Украины нет. В конечном итоге мы же с вами понимаем, что брак сегодня не в состоянии прийти и захватить, скажем, Москву. То есть, если столица России остается неприступной, можно ставить галочку и считать, что война выиграна. Правда, остается вопрос, что тогда делают украинские войска на территории России и почему российская армия несет серьезные потери на фронте. Даже пропагандист Панкин, привыкший к подобным разговорам, выглядел немного растерянным, словно не знал, как отреагировать на такое заявление. Он попытался вернуть разговоры в русло реальности и задал очевидный вопрос. Пасается вашей цитаты, в этой войне мы уже победили, но ведь противник стоит под Курском. И до конца не освобождены четыре новых регионов. Ну, а Лаудинов не растерялся и нашел способ оправдать этот факт. Получается, что основная цель войны – это удержать Кремль, и все остальное не имеет значения. Идея максимально простая. Пока Москва не взята, значит, все идет по плану. Но это еще не все. А Лаудинов гордо заявил, что российская граница с НАТО увеличилась на тысячи километров. Что наша граница, вокруг которой у нас уже стоит вплотную блок НАТО, она увеличилась уже на тысячи и тысячи километров. И блок НАТО уже, получается, он прибирает нас со всех сторон. Целью так называемой специальной военной операции, если кто-то помнит, было не допустить расширения НАТО. А Лаудинов, кстати, высказался и про Казахстан, который, по его мнению, играет с американцами и тоже предает Россию. Да, у нас есть Казахстан, но даже в Казахстане сегодня мы видим, что разворачиваются игры с американцами. Казахстан, как и многие другие страны, теперь в списке подозрительных. Потому что, если ты где-то не подыграл кремлевскому режиму, тебя автоматически записывают во враги. Все это звучит, как отчаянные попытки найти виноватых где угодно, только не в собственной политике. Все это могло бы быть смешным анекдотом, если бы не было таким трагичным. Пока Лаудинов и другие командиры рисуют себе иллюзорные победы, из-за этой войны умирают реальные люди. Западные чиновники, предлагающие обмен оккупированных территорий на членство в НАТО, со мной не говорили. Об этом сказал Зеленский для издания FT. Еще несколько тезисов президента. Единственный путь для Украины выжить во время российского вторжения – это официальное приглашение в НАТО. Членство в НАТО повысит моральный дух нашего народа. «Я не уверен, каким будет предложение к нам после выборов в США. Мы видим три возможных пути. Война закончится, когда Путин окажется в изоляции и согласится на дипломатические переговоры. Реакция на план победы такая же, как и на Патриот и F-16, но мы должны действовать, чтобы выжить». Президент также добавил, что открыт к мирным предложениям от других стран, если они будут реальными. Тем временем Захарова зачем-то нарядилась в костюм Дарта Вейдера и закатила истерику по поводу плана победы Украины. Ничего более мерзкого и одновременно смешного вы сегодня уже не увидите. Зеленский провел первую встречу с главой словацкого правительства Робертом Фиццо. Непубличный разговор состоялся вчера на полях саммита ЕС в Брюсселе. В ходе беседы глава государства пояснил премьеру Словакии, что российский диктатор Путин несет угрозу не только Украине, но и Европе. О беседе с Фиццо президент рассказал на брифинге с генсеком НАТО Марком Рюте. «Я сегодня господину Фиццо много всего сказал», – сообщил Зеленский и отметил важность отношений между Киевом и Братиславой. Президент подчеркнул, что Словакия, к счастью, не находится в состоянии войны и не ощущает на себе, что такое российская агрессия. При этом словацкое правительство должно поддерживать Украину, потому что Путин никогда не остановится, если его не остановить коллективными усилиями. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко боится потерять половину белорусской территории после мирных переговоров по Украине и в связи с этим настаивает на участие Минска в переговорном процессе. Соответствующее заявление белорусского диктатора публикует близкий к нему телеграм-канал. По словам Лукашенко, он всегда настаивал на участии белорусской стороны в переговорах, в частности, предупреждал об этом российского диктатора Путина. Нелегитимный глава Беларуси считает, что война в Украине является проблемой и для белорусского государства, поэтому не хочет, чтобы вопросы решались без участия Минска. «Могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать», – заявил он. При этом Лукашенко традиционно не стал упоминать, что полномасштабная война России против Украины начиналась, в частности, с захода российских войск из Белоруссии на украинскую территорию. Чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Грузии необходимо провести демократические реформы. Именно об этом говорится в документе, который накануне был принят на саммите ЕС. Он фактически приостанавливает вступление Грузии в Евросоюз. С одной стороны, Евросовет готовит дальше поддерживать грузинский народ в его стремлении стать частью ЕС. Но с другой стороны, в ЕС обеспокоены тем курсом, который выбрало нынешнее правительство Грузии, – информирует сайт Евросовета. Тот курс, который сейчас выбрал Тбилиси, фактически останавливает процесс вступления Грузии в ЕС. Чтобы стать членом Союза, Грузия должна проводить демократические и устойчивые реформы. Более того, в ЕС сильно верят в то, что предстоящие выборы в стране станут демократическими и честными. Еще в июле этого года Вашингтон приостановил финансовую помощь правительству Грузии в размере 95 миллионов долларов. На Сахалине в Арах перевернулось российское грузовое судно «Григорий Ловцов». Грузовое судно перевернулось в порту на Сахалине при перегрузке щебня и песка. По предварительной версии, судно перевернулось из-за перегруза. На борту находился экипаж из семи моряков. На месте началась поисково-спасательная операция. Задействовались два буксира и спасательное судно. Пропагандисты сначала сообщили, что троих моряков спасли. Впоследствии данные обновили. Двое из так называемых спасенных мертвы. Еще один госпитализирован. Судьба еще четырех членов экипажа остается неизвестной. Некоторые СМИ напоминают, что это происшествие у Григория Ловцова не первое. В 2022 году это судно подавало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения льдами корпуса. Правда тогда обошлось без пострадавших. Полномасштабное российское вторжение в Украину стало следствием слабости коллективного Запада и его нежелания поддерживать глобальную систему безопасности. Об этом заявил экс-командующий ВСУ, посол Украины Великобритании Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений. Текст речи приводит украинская правда. Пользуясь слабостью Запада и непосредственно США, Россия в 2008 году начала расширение так называемого пространства безопасности. Уже потом, в 2014 году, под молчание все того же коллективного Запада, Россия начала войну против Украины, которая в итоге стала самой кровавой войной 21 века в центре Европы, заявил он. По словам Залужного, западные политики находятся в заложниках своих избирателей и вынуждены читать молитву о необходимости избежания эскалации. Причиной этого он считает дальнейшие усилия Кремля по запугиванию Запада разговорами о так называемых красных линиях и бряцанем ядерным оружием. Коллективный Запад не верил в Украину, поэтому западная пресса, боясь Путина, давала Украине сначала 3 часа, потом 3 суток. Затем, придя на помощь Украине, Запад боялся то ли ядерной войны, то ли эскалации. Не обеспечил Украину необходимым количеством оружия, поэтому мы не смогли достичь в 23 году каких-то значимых успехов в разгроме России и вошли в состояние затяжной войны, говорит экс-командующий ВСУ. По мнению Залужного, именно летом прошлого года Украина потеряла возможность самостоятельно подойти к завершению войны. Он отметил, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея сформировали неформальный союз и расширяют свое влияние через БРИКС. Украинский посол выразил сомнение, что этот блок формируется только ради победы над Украиной. Он также отметил, что Запад зря полагается на старое оружие, как гарантию своей военной мощи. Хотите вы этого или нет, хотят этого ваши производители оружия с контрактами на руках или нет, война, к сожалению, изменилась. Войны образца 53-го года прошлого века уже не будет. Она закончилась летом 23-го года в Украине, в тот момент, когда на поле боя пришли роботы. Их привел искусственный интеллект. НАТО молчит. А что тогда с глобальной безопасностью? Или она до сих пор держится на истребителях, авианоссах и сверхдорогих ракетах? Я вас немного расстрою. Нет, к сожалению, сказал залужный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok